Девушки отдыхают Родился батюшка в 1931 году в Мордовской деревне Малые Ичалки. И родился он в благочестивой семье. Но надо сказать, что его маме являлся архистратив Михаил на глазах у маленького Вани. Мальчика звали Ваня. Он увидел несказанный свет, испугался, бросился вниз и закрыл голову руками. А потом, через какое-то время, когда все кончилось, мама сказала, не бойся, сынок, этот архистратив Михаил приходил, никому не говори, пока я жива. И семья была настолько благочестивая, что когда началась война, то, видимо, вымолили. Отец не попал на фронт. Его мобилизовали, но он работал на шахтах, где-то в Тульской области. Работать было очень тяжело, голодали. И семья собирала грибы и ягоды, продавала их. И почти все деньги отсылали отцу. Но благодаря этому он выжил и вернулся живой и здоровой. Вот такая необычная семья. Еще был один случай с матерью, когда по молитвам матери время остановилось. Вот это я попрошу отца Амросия рассказать. Он рассказывает это в фильме. И он, я думаю, здесь это все расскажет. Отец Амросия, это бывший керейник батюшки. У нас он не был на прошлой встрече. Был только на нашлим монастыря отец Иннокентий. Киахи Мадрид и Иннокентий. И был Игумин, отец Генедикт. Я очень рада, что к нам приезжает отец Генедикт, потому что он работал над редактурой этой книги. У меня очень трудно было. О, слава Богу, мальчики поедали. И вот мальчик родился в 1931 году. У Елизаветы Степановны Яковлова Александровича. Кстати, Елизавета Степановна прожила до 970 года, а Яковлова Александровича до 79-го. То есть Бог дал длинную жизнь. И из 12 детей выжило шестеро. Анна, Иван, Евдоки, Мария, Александр и Вера. Два брата и четыре сестерки. Остальные детки погибли. Храмов мало печалок не было. Большие праздники ходили на службу за много километров. А кормлялся в начале маленький Ваня у монахини Марии. Ее звали в селе тетей Машей. И архивийской женой селе они называли. Рассказывали, что она ослепла от слез, потому что когда мужа священника забрали в Сталинской репрессии, он благословил, он был доверен, что не выживали. Не выживал тогда никто. Все об этом знали. Благословил, что не выживали стать монахином. И через какое-то время уберутся. А она уже монахиня, и он тоже пошел к монахинам. Вот такая непростая судьба. И вот маленький Ваня любил ее как разную. И она ослепла от слез. Она плакала, плакала и ослепла. Маленький Ваня помогал. Во всем ей водил на кладбище, в церковь. И она была подачей неусокой духовной жизни, подвижницей. И передала отроку Ивану бесподаж своих знаний. И очень появляла на его духовное становление. И вот она-то и предрекла к матери Ивана Лизы. Знай, у Ивана его услужить будет. Война началась, когда ему было 9 лет. После войны он пошел работать, когда подрос. Отслужил в армии, пошел работать. И уже только прожив какое-то время в миру, стал взрослым человеком, он решил стать священником. Сначала он отправился сторожем в Саранский храм. Служил там сторожем. Потом его постригли в дьяхо, и на следующий день воярения. И вот так началось батюшкино служение. Большую часть своего служения он пройдет в селе Калапино. Есть даже небольшая книжечка об этом служении. Прихожане очень любили. И уже в этом селе начались чудеса по молитвам батюшки. Батюшка был макрит. Он знал и макшанский, и эрзя. А по-русски говорил не очень хорошо. И поэтому, когда он начинал свое служение прихожанам в деревне, начать не понравилось какому служению. Он еще с юмором рассказывал, я уходила, махал, и подсвечник шил. А потом, когда... Они написали архиерею, берите от нас этого батюшку. Читает, службу ведет невнятно, толку ничего сказать не может. Но когда через год архиерей привез другого священника, они сказали, нет, мы этого оставим. И вот рассказывает такое, что сначала относились к ним исходительно, поучали им, как служить надо. Он все терпел по своему смирению. Потом приехала женщина всего. И не сказала, что ей было видение, с тяжелым больным не с лечением ребенка. И было видение, что исцелить должен отец вам. И она приехала, подходит. А батюшка реактует, то ли по своему смирению, то ли как бы вот спрашивает. А что делать-то? Он говорит, ну отслужил молебен. Здесь, Александр, да-да-да, здравствуйте. Она отслужила молебен. Простите, батюшка отслужил молебен. На здравии ребенок поправился. И тогда вдруг до всех дошло. Какой святой жизнерядный с ними человек, если по его молебне устреляются неизречимые люди. Так я, простите, батюшка, не ослабить его. Нет, а батюшка, не ослабить его. Так, я. Боладу, не ослабить. Спасибо. И я рассказываю пока немножко о батюшке. Ну, сейчас мы вам сразу слово предоставим. Так, пожалуйста, ну, пойдет. Я стесняюсь, я сейчас могу. Хорошо. Отживусь. Хорошо. Это вот опять вопрос у нас. Ручший керейный батюшки Иеронима. Как? Который нам сейчас будет. Мы его сейчас замучаем вопросами. Пойдем, готовьтесь, отдышитесь. И мы вас все спрашиваем, что она подойдет в наше остальное. Ну, и, собственно говоря, было очень много чудес. И не знаю, успеем ли мы об этом сказать или нет, как батюшка стал монахом. Тяжело заболел его супруга. И он стал молиться. Во время этой серьезной молитвы батюшка дал обед. И вот он дал обед, что он станет монахом, если супруга выздоровела. Супруга выздоровела, батюшка ушел, был пострижен монахи. И буквально вот через стол он попал в санксар. Как раз тогда санксар открывался. Вот такая вот история. Я очень коротко и очень так, чуть-чуть. Стоилки войны, сразу оживление в зале. А когда будут заметь, это будут бурные продолжительности, и все встают. 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 Это отец Амросий, это бывший келейник, иродиакон Амросий, бывший келейник батюшки Иеронима, и это Игумен Бенедикт, который у нас тоже был в гостях в прошлый раз. Пожалуйста, бальчика, сразу туда, сразу, больше того, готовьтесь, сейчас говорить будете. Отдышаться. Хорошо, батюшка, так скажете. Итак, сегодня у нас с вами разговор о книге. Книга называется «Как сладко с Богом жить», и автор этой книги, давайте на следующую нам фотографию, это Наталья Владимировна Скоробогатикова. Вот, к сожалению, одна фотография на весь интернет. Больше ничего, как все православные авторы, очень скромные, мы остаемся в растении вместе. Рассказать о человеке полтора слова. Наталья Владимировна закончила МГУ Ломоносова, философский факультет, там же закончила аспирантуру. Кандидат философских наук, доцент. Преподавала на кафедре философии МАИ и в Межвузовском центре по русской философии и культуре Минвуза РФ. Член Союза писателей Российской Федерации, в настоящее время на пенсии проживает в Козельске. Ну, в Козельске понятно почему, да? Недалеко от Октября. Далеко от Октября. Дело в том, что у Натальи Владимировны очень много книг православных. Она уже опытный, известный автор. Ну, и по этой книге чувствуется, как бы, определенный опыт. Вот, посмотрите, сколько у нее книг. И о прихиепископе Луке. И вот о Николае Чудотворце. И рассказы. И вот я смотрю о Паисии Святогорце. Во всяком случае, около 40 статей по русской философии и культуре и более 50 книг. Вот ее багаж. Но больше я о ней сказать ничего не могу. Поэтому мне вот очень хочется от Савинедикта потревожить. Сейчас он отзовется и нет. Батюшка, вы общались с автором? Общались с Натальей Владимировной, правильно? Может быть, вы что-то нам расскажете? Микрофончик отдать, да? Да, мне слышно. Не, 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 не. И о ней как об авторе. И, да. Ну, Батюшка, чем богаты, тем и рады. Библиотека не ядерная. Простите, Батюшка. Надо, надо, надо. А послушаем мне? Сейчас, минутку. Батюшка, у меня еще один вопрос. А правда ли, что вы редактировали эту книгу? Вы меня в прошлый раз плохо слушали, наверное. Так, хорошо. Батюшка сейчас после скромности будет отказываться. Батюшка, что можете об авторе, что можете о том, как создавалась книга? В прошлый раз все сказал, плохо слышали, наверное. А здесь уже другие люди. Я не редактировал эту книгу. Эта книга издана Натальей Владимировной по нашим материалам и по рассказам, которые она записывала. Ведь рассказывали большие фильмы. В прошлый раз, которые в фрагменте показывали. И, собственно, фонограмма этого фильма в основном пошла из книги. А мы втроем. Отец Номестник, Отец Амроси. И я просто держали, как говорится, корректуру, что называется. Жуковицы. Какие-то моменты сокращали, что-то убирали. И специально так рассказали. Я никакой не редактор, а вот втроем. Ну что, не на правду расскажете? А правду все сказали уже. В общем, когда я говорю, совершенно искусная информация. Единственное, что в этой книге слишком обложки-то показали. И 50 книг, и все. На самом деле, это вообще-то брошюнчики такие маленькие. Особо не обольщаются. Книжечки все маленькие. Но очень приятно. Я читала про Паисия Святогорца. Она действительно преподавала в МГУ Московском. На фронтовской факультете. Я ее давно знаю. Ибра, ну где-то с конца 90-х годов. Мы с ней познакомились. Ее сын. Ныне покойный там. Он был у нас в монастыре. Поптрудник 90-х годов. И с отцом Аранимом она общалась. Несколько раз встречается. То есть, пока вот так, да? Хорошо, хорошо. Тогда сейчас мы посмотрим кусочек фильма. Это тот фильм, который в прошлый раз мы не смотрели. Я рекомендую... Давайте микрофончик, извините. Я рекомендую этот фильм всем посмотреть. Потому что, как правильно сказал батюшка, вот часть рассказов из этого фильма вошла в книгу. Фильм называется «Соль земли. Номер 6». Фильм с Егуминой Аранимой. Потому что там под рубрикой «Соль земли» рассказы о наших праведниках российских. Вот нам нужен фильм номер 6. Давайте сейчас посмотрим небольшой отрывочек и продолжим наш разговор. Вот пришел, была вечерняя. Там был свете тихий. И вот он вышел, значит, на свете тихий. Народа было в храме не очень много. Человек, наверное, 6 стояли. Так был мрак царил в храме. И он так вот, значит, вышел с алтаря. Ему нужно было говорить «возглас». А вот на меня так вот посмотрел, сквозь очки, вот так очки немножко приподнял. Говорит, иди сюда. Ну, мало ли чего. И вот я сразу не что-то тут его как бы прозорлилась. Потому что мало ли заходит там. Ребята зайдут, выйдут там, все. Я зашел, и сразу меня, первый раз я его вижу, и он меня первый раз берет за руку, ведет меня на клирус. Ставит меня к ключу. И говорит, это наш человек, это наш служитель. И мы поехали к нему. Я не знала, вот, что надо в келью, в старцу, ходить, там, прочесть Иисусову молитву. Если он скажет аминь, тогда я имею право переступить по руке. Я ничего не знала. Я влетела, так, здрасте, батюшка. Он сидел на кровати, расчесывался, улыбался, говорит, здрасте, здрасте, моя хорошая, приходи, приходи, садись. Вот, ну это, мне поразили глаза его. Вот, я за руку вела, вот. Я говорю, батюшка, вы можете мне сказать, ну почему с моим ребенком, за что это случилось? Вот, он задал встречный вопрос всего из четырех слов, всего четыре слова. Но за эти четыре слова, это грехи и мои нужны. Одновременно. Четыре слова, я все привыкла. То есть, вот, встретила человека, вот, как, как мое ощущение. Я встретила человека, поскольку мне всегда по долгу своей службы, мне приходилось работать с людьми, и приходилось, то есть, наблюдать за повадками. Ну так, вот, работа у меня такая, за повадками, за поведением людей. Я долго не могла понять, что вот я, что вообще я видела. Я не могла понять. То есть, я в своей жизни, до этого, я такого человека не встречала. Вообще, такой вот, я никак не могла понять. И только потом, вот, знаете, прошло, наверное, больше полгода, и я вдруг поняла, что это любовь. Вы понимаете, вот. Я вот первый раз встретила человека, который вот первый раз меня видит, и я понимаю, вот, понимаете, что ни до меня не было для него человека, и ни после меня не было. Вот, вот, бывает так, вот, просто. В общем, я хочу рассказать, как папа, папочка предсказал, каким образом я приду к вере. Это было, это был 74-й год, 8-й год. И потом, как это все, как это все сбылось. В 74-м году он приехал к нам уже в сане священника, сюда, в ближайшее время, тогда был горький. Вот. И мы с ним вдвоем беседовали на кухне. Уже все спали. И на эти часа два, правильно, с ним говорили о первой причине, о первой толчке, откуда все пришло, как все появилось на земле. Но я, в общем-то, рассуждал с позицией материализма, как комсомолец. Я тогда был. Он мне сказал в конце. Мне очень жаль, что я не смог убедить тебя в том, что все, что нас окружает, созданное Господом или приоплое. Но я хочу тебя попросить никогда не говорить никакой холлы в адрес Господа. Если твоя душа будет сохранена для него, он тебе приведет к вере. Он узнает, что это будет через скорби, через болезни, через болезни близких, через болезни детей, через смерть детей. Не дожидайся уже этого. Я говорю, батюшка, ну как я говорил, дядя, мне дядя Ваня. Я говорю, слушай, а какие дети, я еще не женат. Он говорит, ты очень женат. И вот спустя много лет после этого, ну прошло почти 20 лет, мы жили в Уренгое, в Тюменской области. У меня заболел. До этого была болезнь старшего сына, болезнь жены. Одна операция, вторая операция через три месяца. Причем операции были такие, что в поселке Газ-Цвет, полостная операция. Я был близок к тому, чтобы обратиться в Господу, но не обратился. Потом у меня родился второй сын, и вот он заболел очень сильно. Тяжелая форма сальмонареза. Днем была с ним жена, ночью я. Третья ночь. Галлюцинации, полный обезвожженный организм. Он, в общем-то, там на кровати лежат кости до кожи. Вот он не смог вставать, мы его носили в ванну, обували, подмывали. И вот третья ночь, мы с ним вдвоем, время где-то около трех часов ночи, он приходит к себе и говорит, спрашивает меня, папка, я умру? Представь себе состояние отца, которому зовет сын. Такой вопрос, прям глупый. Я бы себе тебя никуда не отпущу. Он потихонечко сжимает мне руку и говорит, помоги мне. Так близко все это вот, как будто было вчера. Я никогда в жизни не молился. Но странным образом, на камне я был в командировке, тем не менее, мне подарили там икону. И молитвослов тоже вот, жена купила и привезла. Не знаю, как у нас появился. Я зажигаю обычную стереновую свечу в его кровати, на табуретке. Ставлю икону. На табуретке встаю на колени, беру молитвослов, ребят, и начинаю читать эти молитвы. Но там шла молитва, какая-то глубинная, я не знаю, как это можно, ну вот, я тогда молился. Я не помню сейчас, какие молитвы я читал, но это была молитва, это чувствовалось. Буквально через 15-20 минут ему стало легче. И он, говорит, мне нужно в туалет. Он встал, я, говорю, тебе сейчас отнесу. Он своими ногами пошел. Вот, сходил, умылся, все, я буду спать. Лег и со сном. Я еще где-то часа полтора на минуту у него сидел, слушаю, как его отдыхать, все ровнее и ровнее. И я, в общем-то, остален где-то уже под утро. Утром где-то в 6 часов подошел, к его кроватью он спал, ровно дышал. В общем-то, это как была отправная точка. Потом уже, спустя несколько лет после этого случая, я вспомнил нашу с ним беседу в 74-м году. Ну, и вот еще самое крайное еще хочу сказать. Нам, христианам, кламп никогда не ссориться, никогда не злиться, никогда не осуждать. И всегда мысли и сердце держать Слово Божие. Таким путем мы будем с вами спасить, и теперь идем в спасительный путь, когда незаметно Господь нас приведет к исполнению законов и до спасения души нашей. Аминь. Один отрывочек про Батюшку закончился, и сейчас я хочу крошечный отрывочек из книги прочесть, чтобы потом уже предоставить Слово нашим гостям. Так, маленький переходной мостик. При Батюшке чудеса изливались, словно благодатный дождь. И пусть многие в наше время со всяческой осторожностью стараются говорить о чудесах, скажу прямо, при Батюшке даже не как роса, а словно благодатный дождь чудеса на нас изливались. Именно чудес было настолько много, что и воспринимали мы их как что-то естественное, как неоткемпливую часть нашей жизни в обители. На наших глазах люди исцелялись от тяжелейших болезней, избавлялись от духовных недугов, от страсти курения, пьянства, наркомании. Но самое главное было то, что люди становились верующими. Многие сразу, искренне, не на словах, а на деле кардинально меняли свою жизнь. Настолько, что даже не только семьями, а и общинами приезжали жить в ближайшие к монастырю деревни. А после такие счастливые приходили в монастырь, словно наконец-то нашли сокровища. Так личный опыт общения со старцами для души людей и их жизнь. А в монастыре царила атмосфера живой веры, радости и преображения. И вот я сейчас хочу спросить у отца Инна Индия, задать вот такой вопрос. Борюшка, вот отец Иранин принял схему на второй год жизни в монастыре. Но мы как-то привыкли старец-старец, схимник-схимник. Мы к нему со своими делами, он нам какие-то вразумления. А вот что такое схема, как духовный крест вообще, чем отличается схема от монашества, от иромонашества, даже от наместничества. И как это все происходит, то есть насколько усиливается у батюшки молитва, по канону вообще, что такое схема. Ну, схема — это, значит, образ, здесь перевод есть греческого языка, и второе значение — его удержание, сохраняя образ Божий, образ монашества. Монашество — это исполнение трех обетов, подлечения от мира всего того, что в мире. Пухоть отчей, пухоть плоти, гордость житейская. И, соответственно, любой монах дает обещание сохранения чистоты, то есть целомудрия, Евгений Славов, безбрачий. Другой обет дает подлечение от своей воли, то есть послушаемой. Здесь воплощается отторжение собственного своего, мудрования. Если целомудрия и безбрачие, это понятно, что человек избирает совершенно другой образ жизни. Для монаха, как для Алматы, давайте, наверное, начнем таким образом. С ваших слов, игумен, иеромонах — это все священный сан. Монах — это личное обещание Богу, целомудрие, послушаемое, воздержание. Иеромонах — это уже священник монах, наместник или игумен монастыря. Это тот, кто стоит во главе братьев для того, чтобы управлять, вести ко спасению, трудиться вместе с братьями и надбратьями для того, чтобы заботиться о их управлении в спасении к Царству Небесному. Мы не соединяем эти два понятия. Это когда уже служат иеромонах, и игумен, и все прочее. Речь, если идет о монашестве, то где-то в 16-м, наверное, в 15-м веке монашество, которое взяло начало, появилось вскоре после учеников апостольских, люди стали удаляться от внешнего мира, от мятежа этого мира, для того, чтобы пребывать в уединении. Они любили Господа, и ради того, чтобы пребывать вместе с Ним, они удалялись из этого мира. Первые подвижники, и они, как правило, не принимали монашество. Это со временем был составлен чин монашества, чин отречения от всякого рода привязанности к миру. И все это было необходимо для того, чтобы сохранить любовь Бога, чтобы приблизиться к Нему. Вот это такой образ монашества. А схема появилась в связи с тем, что монашество стало ослабевать и для того, чтобы немножечко более глубоко монахи, осознавая свое обещание, давали обет, осознавание глубину обетов давали обеты, появилась малая схема, то есть мантия, как сейчас мы называем, и великая схема. В монастыре, когда человек приходит, он становится вначале трудником, трудится, смотрит, мы за ним смотрим, и он смотрит на нас, на нас в монастыре, подходим ли мы друг к другу. Если мы видим, что удобно для него этот образ спасения, ему подходит монастырь, и он способен послушанию, мы принимаем в чин послушников. Он надевает, в благословении надевает подрясни. Со временем первый чин иноческого постаряжения это постриг выноки. Он меняет имя, меняется имя, получает благословение, ношение рясы, надевает монашеские одежды, но не полные. Далее произносят обеты в следующем постаряжении. Но опять это все подготовка к совершенному отречению от мира и того, что в мире. Это схема. И так, получается так, что монах дважды произносит свои обеты. Первый раз при пострижении в мантию, второе – схема. Сугубое, то есть усугубление вот этих обетов, второе произнесение, означает, что человек уже более сознательно и более глубоко подходит к этому отречению. Но само по себе отречение не столько мы рассматриваем как подвиг какой-то, сколько это такое состояние, в котором невозможно жить без Бога и без любви. И все это совершается ради того, чтобы быть с Богом ближе и ближе. Бог есть любовь. Поэтому, соответственно, человек, когда он дает обещание, второй раз повторяет обещание, батюшки, отец и раним, отец Петерима, они произносили это от избытка сердца, невынужденно, никак раньше признанно было, что, дескать, вот теперь что-то не удалось, пойдем в монастырь. Нет, все удалось. А уже душа не может наполниться ничем другим, как жизнь из Бога. И вот от этого изобилие, как правило, люди уходят. От изобилия земного к изобилию небесному люди уходят для того, чтобы получить мир и покой в любви с Богом. Вот это и есть схема. Простите, а вот я слышала такую точку зрения, что монахи, веро-монахи молятся за людей, а схемники за страну, в данном случае за Россию. Или я немножко неправильно поняла? Все монахи молятся за весь мир. Мы бываем на богослужении, где приносится бескровная жертва за весь мир, совершается литургия, и во время богослужения церковь установила молиться за всех. И мы таким же образом молимся. А те, которые глубже познают Бога, они уже узнают, как Силуан Афонский в «Житии» его описано. Он говорит о том, что он сердцем чувствовал болезнь мира, грехей, и молился за весь мир. Но это уже совершенно другие, совершенно другого порядка рассуждений. – Спасибо, Господи. – Покажите нам, пожалуйста, Тин Санна. – Ну, а сейчас… И еще одна, там еще одна, также написана, когда-то, да, вот еще одна, тогда бачка. Ну, а теперь я хочу предоставить слово отцу Амбросию, потому что вы были непосредственно ближе всех батюшек, и каждый день бачка был перед вашими глазами. И, конечно, там есть в некоторых фильмах кадры ваши рассказы, но мы сегодня их не будем эти ваши рассказы здесь показывать. Хотелось бы, чтобы вы рассказали об этом лично. И если можно, буквально в двух словах, как вы пришли в монастырь, и, главное, как вы стали керенником. Вот для меня, человека мужского, да еще и для женщины, а как это керенники назначают? Или вот батюшка сам выбрал, или по послушанию вас туда отправили? Я понимаю, что Господь привел, но, тем не менее, вот как это все случилось? И как в первый раз батюшку встретили? Наверное, он еще тогда керенником не был. Вот такие вот вопросы. Чудеса. Дни чудеса, люди. В монастырь пришел я из Иркутска, приехал. У нас там не было в Сибири ни монастырей. На Дальнем Востоке, на тот момент, монастыря не было. Ну, вот батюшки попросили меня поделиться в свое время. Либо мирская жизнь, значит, это семья, либо монастырь. Другого пути нет. Ну, семейных я видел, друзья у меня все семейные. Говорит, ну, что за монастырь, что за жизнь монастыря, надо попробовать. Просто пойти, посмотреть, и уже сделать вопрос. Вот. Подошел к Иркутскому, подошел к Иркутскому, помнился, сказал, что ему, какой первый монастырь узнаю, тут и пойду, мужской. Ну, в общем, прошло время. Узнал об этом монастыре, Саноксарскому, о том, что там есть старец, что это находится около Дивеева, около Силфина Саровского. Он собрал вещи, пожитки и поехал в монастырь. Поехал в монастырь, монастырь меня не брали, конечно. А сколько вам лет тогда было? 25 лет, 26. Ну, уже 18. Конечно, уже абсолютно взрослый, что самостоятельно, я сама достала ничего. Бальчишка. Бальчишка, Бальчишка. Я поработал, ну, не над собой же поработал. Пришел, Бальчишка, неграмотный, не смышленый. Спросил эконом, ты откуда? Рекомендации есть? Я говорю, есть. Моговой. Бреститель Иннокентия? Это который святой? Да. Болящий. Возьми паспорт, завтра домой. Ну, я и собрался, собрался домой, плачу. Храм зашел, полы не крашены, помню. Слезы текут, капли попадают на пол, как на промокаши. Пачка выходит, сход у священства, значит, а братья собираются, смотрю, глазки поднимает, из-под куколи на меня смотрит, улыбается. Ну, думаю, не все пропало еще. Буквально часа, наверное, два-три проходит, подходит уже человек, кто не брал эконом. Ваш коллега, физик-лядерщик, ты что умеешь делать? Ну, я тут не растерялся, все пальцы позагибал, плечами маляра, штукатурка, требуется. Да, ну, давай попробуем, с тех пор и остался. Так вроде и прижился. Ну, а батюшка, конечно, это, когда подходишь немой, он тебя читает, как книгу, на какой странице захочет, на то и задержится, хочешь назад, хочешь вперед, этого доброта, конечно, дорогого с келеником, да они не выбирались, выбирались, на самом деле, как-то прилипились, прижились. Я уже не помню, как произошло. Ну, то, что сказал, что будем кушать с тобой из одной тарелки, подошел к мне, будучи пастушком еще, бегать к нему на исповедь, не знаю, как с коровами справиться, прибегали по два-три раза на исповедь, бегали раньше. Вот, ну, это они нас приучили, так, конечно, самое главное, что... В день по два-три раза, да? Да, а то и побольше получалось. Приучали нас, привязывали именно к нам то состояние, что все, учили нас, что все через покаяние. Веру укрепляют через покаяние, очищаются, и Богу приближаются, что все, что хочешь, все делается через покаяние. Однозначно. И показывали нам. Показывали, учили, сейчас многие говорят, что надо молиться, надо любить, надо прощать. А как все это делать? Как все это сделать? Кто об этом расскажет? Вот, конечно. покажем конкретному случаю, все, показывали, указывали, учили, так сделаем. Он тебя обидел, а ты иди к нему сходи, возьми баночку варенья, иди к нему подойди. Сейчас не ходи, правда, чуть попозже подойди, через часа три. Приди. Идешь, точно, все, повинен садашь, он там с ног, уже обнимается с тобой, все разрешается, все удобно. Ну, хоть жизнь, жизнь не позабыли. Паш. Жил на втором этаже, народу много, придешь, он спит, спит, народ читает, люди не уходят от него. Вот правильно, там, Машка Серафимов сказала, люди, а, мать, нет, да, мать Серафимов, люди не уходят. Всех тут. Сидят по два, до двух часов, до трех часов, братья робщик, там, они там сидят, и шумят, и плачут, там, его перевели вниз, в нижнюю келью, сделали эту келью, келью-то делали, кстати, там, врач-богиноводочный магазин, решетки, и одна портка, маленькая-маленькая, тридцать на тридцать, как сейчас полный. Ну, я же представился, штукатур, маляр, и плотник, и столик, и меня туда поставили, как в это место, я там занимался полыжной, со смыванием, сделали с экономом, и затем, значит, там штукатурю, штукатурю не умею, на палец возьму, это штукатурки, значит, и пальцем все, там дырки, там прилавки были, витрины, и все, все, дырка. Я на эти дырочки все заделываю, значит, он придет после струны, заходил, он знает, что это его жилище будет, скоро вот-вот, буквально, он вот пройдет, туда поднимется, заходит, смотрит все, и про кого-то рассказывает своего друга, знакомого, который штукатурил, да как он штукатурит, да все делал, то, что я тайно, я никому не показываю, что я не умею, что-то делал, он все придет, все мне это откроет, и он в конце концов скажет еще, вот надо одного разбойника сюда посадить, чтобы никуда не убежал, и на себя показывает, вот меня, как там, какого разбойника, вот видишь, решетки, чтобы никуда не убежал, и так и вышло, поселили, так что вот так вот, один раз стоял я на, на улице, он ко мне подошел, еще послушник, только полгода прожил в монастыре, и даже не послушник, послушник, еще рабочий, подошел ко мне и говорит, мы ведь с тобой будем, как братья, за две тарелки кушать, я все ждал, когда же с ним покушусь, так и встал с одной тарелкой, с одной тарелкой, с одной банкой, у нас им было очень просто, банки стояли, долго ждать батюшка, вот после этого, как он показал, через сколько? за кого-то, два, два года точно прошло, два года, это да, зато, потом радость-то какая была, да, когда наконец? да, все тут, все тут было, там в другом измерении у нас, тоже, абсолютно, в другом состоянии, все, я, ребята, сейчас, сейчас к нам они, поломни приехали, голова болеть не могу, что такое, он говорит, крутит, вертит, все, где я нахожусь, не пойму, погони, два-три дня пройдет, обтешивься, все, все, я говорю, тоже так выживаю, два, две недели из монастыря, выезжаю, в монастырь выезжаю, я по-другому себя чувствую, все, абсолютно другое, инородное тело, ты ее проходишь, и выравнишься тебя, даже с головы на ноги, ставишь, видишь, все, вроде, опять свои дарилы, потому что в состоянии нормально, поэтому мы там живем, в другом измерении, у нас все по-другому, все абсолютно. Валерий Капсюн, вы по вопросу ко всем, изменились ли паломники, с того времени, ну, скажем, вот, когда был отец Иранин, вот 2000-е годы, 18-е, сильно люди изменились, или нет, ну, это, наверное, больше видно, вот, акцию Иннокентия, вы, наверное, с паломниками-то меньше общаетесь, да? Вы вспомните себя, что в вас изменилось, кто это такие паломники, вот они сидят, твои, что в вас изменилось за 20 лет? Старели. Понятно, а еще? Помнили. Может, отчасти помудрели. Ну, это не слишком оснеть мы себе будем. А еще вместе с этим погрешнили. Если не сказать, может, вы стали видеть со временем больше своих грехов. Вопросы больше появляются. Вот. Больше? Пожалуйста, вопросов больше. И к себе, скорее всего, не к окружающему, а к себе, потому что со временем начинает человек понимать, что причины внутри себя, а не вокруг, и в окружающем. что вокруг люди точно такие же, как ты. Это вначале, кажется, все, я лучше кого-то, или какое-то особенное к себе мнение. Сравниваешь всегда с кем-то с собой, а на самом деле, мы же всегда сравниваем с собой, стало быть, судим людей. Нам же очень трудно расстаться с собственным своим мнением, что я, дескать, чем-то лучше. Ну, а чем? Феофан Затворкин говорил, немощных людей, кто так часто подвешен сталкиваться и осуждения. Говорят, сам думает, сам дрянь-дрянью, а думает несть, как уже прочие, прочие человецы. Ну, чтобы мы такие вот, как Казаревский говорил, человек русский, например, человек русский безболг на дрянь, мы можем это узнать только со временем, с годами, когда начинаем заботиться о том, чтобы увидеть себя какие мы есть на самом деле. И не испугаться того, потому что действительно все грешные, и бывают в некоторых случаях даже безобразные. Этот закон такой духовный, что плоское противится духовному. Если по плоскому мы хотим видеть себя лучше других, а духовное сначала, оно как бы задает нам вопрос, что, а что не так? И оказывается, что причина не в них, в окружающих, а внутри себя. И чтобы что-то изменить, нужно что-то сделать с собой. То есть, как минимум, как Господь дает заповедь, чтобы видеть себя грешным, ну, просто начни делать и исполнить заповеди, и тогда будет понятно, что человек грешный, что он не может много чего-то сделать, тем паче без Бога. И вот тогда начинается наука из наук, как себя изменить, как прилепиться к Богу. Оказывается, потом со временем становится понятно, что не позвал Господа в помощь, ничего не вышло. Утром не помолился или помолился невнимательно, как я помню. Проспал однажды. Я тогда работал в швейке, в швейной мастерской. Что-то почему-то задержался, не выспался. Прихожу на полуношницу, тоже молился невнимательно. Прошло время, прихожу на послушание, и мне нужно собирать подрясник, и я перекладываю рукав, но выверну как положено, изнанка к изнанке, начинаю пришивать, смотрю, левый правый пришел. Меняю. Беру другую руку, думаю, ты не с того рукава начал. Тоже шиворотный вывод, пришивая другую руку. Потом, в общем, на четвертый раз у меня получилось только. И такое ощущение, как будто я вот с лепой ничего не вижу. И мне стало понятно, как ты утром день начнешь, а наипаче, наверное, правильнее сказать, как вечер, с вечера, как ты вечер проведешь, такой у тебя будет следующий день. Примудрость, казалось бы, но в простых словах о нашем о сыном говорили. Вначале было, проси Господа благословения, на все апостолы благодарили. Самые простые вещи, они не мудреные, но если человек усвоен, то он со временем будет испытывать на себе как бы такое у себя внутреннее сыновство, такое Бог. Ну, потому что, Господь за всех заботится. Мы отсудим людей, а он ведь никого не судит. На кого уж мы тогда похожи, наш Бог никого не судит. Однажды будет только определение, когда определиться, где, с какой стороны, на что, в чем утвердились. А так он пришел не судить мир, но спасти мир. Ну, получается, уже как бы не вожий, когда мы начинаем кого-то осуждать. Но самое большое повреждение происходит, когда мы осуждаем это для нас самих. Мы сразу же чувствуем, что мы отлучаемся от Бога, но мы с ним плохо становимся. Вот и... А батюшка, он для нас был в этом смысле утешением. Он никогда никого не осуждал. И даже как-то это был один сложный вопрос. И когда мы готовы были осудить игумена, или сказать какие-то свои возражения, он посмотрит на нас так и замолчит. И ничего не говорит. Мы понимаем, что здесь что-то не то, что-то не так. И даже когда у нас не сходится то, что мы видим глазами и то, что должно получиться, ну, батюшка мудрый человек. Он все покрывал любовью. И бывает так, что придешь к нему к елочку на исповедь и хочется... Кажется, что весь мир неправ, что все плохо. Посидишь немножко, когда уже заходишь, когда очень низкий человек, и приходишь, а он уже... Для него уже все понятно. И смотрит на тебя с любовью и все отлетает. Вся этот скорбь, накопившийся за день, окорчение разное, они просто исчезают. Растворяется этой любовью. Вот это самая большая сила, самое большое утешение мы тоже видели в нем. Приходили к нему часто. Достаточно было его увидеть, только. И душу наполняло какое-то утешение. Другая жизнь. Мы видели совершенно другую жизнь вот здесь, вот рядом с тобой. могли пощупать ее, покровать. И батюшка вселял нас с этой радости и утешения. Что мы реально испытывали, знали, что есть человек рядом, который живет совершенно другими планетиями. Насколько мы их смогли вместить в себя, насколько запомнили, это остается на сюжете. И вот батюшка знакомые такие все иконочки маленькие. И как он когда говорит, как бы сломал в ушах, с тех временем, много времени прошло, но в ушах стоит его голос, как он говорил. Ну, как он говорил, отец Макерентий. Каждому он обращался с таким вниманием, с таким каким-то воодушевлением, что это немножко окрыляло. Ты уже видишь себя, но не с таким уже отчаянным грешником, не такой самый последний подлеск, как кажется, вроде, свои глаза после греха. И ободрит, и утешит, и уходишь кровеный, и уже новая жизнь начинается. Исповедь с вечера, ну и новая жизнь. И так почти каждый день. Вот это обновление, которое как раз появилось о Самарусе, что старцы учили постоянно через покаяние. Это обновление. Они совершали служение этого обновления. Покаяние. Спасибо. Отец Макросий, я обещала спросить у вас историю, как батюшка Иронику еще ребенком собирал дрова, он рассказывал о той истории, да и время остановить. Пожалуйста, поделитесь. Да, благословение, родительское благословение. Он всегда учил родителей, чтобы приучали детей к кресту. Всегда это у него сила в жизни. По-моему, он прям обязательно, чтобы дети понимали, что такое крест, сами крестились, вы их должны благословлять. Он все очень просто говорил. Пришли благословляйте, уходим благословляйте. И он рассказывал о материнском благословении, как он собирал дрова. Это было в учалках, он приходил со школы, зима обычная, когда на дровах покушал. Прибежал со школы, покушал. Мама говорит, Ванечка, иди, давайте, благословлю, отчитай Богородицу и беги за дровами, скорость темнеет. Значит, все. Ну, как это, каждодневно его, значит, занятие. Ну, я близко собрался, спешку, дровишки принес, говорит, я не помню, там в Аллатрис, спустился, говорит, там поднялся, раз, 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 притащил, поставил дровишки около дома, захожу в избу. То есть, через речку он бежал, достаточно далеко, Аллатрис и Речка. Аллатрис, да, это Ромодановский район, у нас там, в Аллатрис, там, в Аллатрис. Прибежал, дровишки, говорит, поставил с хворостом, о, вернее, Саня, захожу домой, она говорит, Ванечка, ты давай побыстрее, потому что тебе дает она сейчас в Мару, я вам сказать, она посмотрела, из избы вышла, посмотрела, скоро стоим, она говорит, меня обняла, так вот, Ванюша, никому не скажи, пока жива, никому не скажи, никому не скажи, как было. Время остановилось, это вот он хорошо помнит, плюс еще, значит, материнское благословение, что у него мама очень была набожная, не материнское благословение, то, что с ним произошло с мамой, это, а то, ну, а быстро, говори, как формировался человек, понятно, что-то. Какие были люди, жили в простоте, на дворе, убирали на дворе, скотина у них была, все, вдруг свет, говорит, белее снега, это день, а мы с мамой, мама там, с коровой, тут я, что-то делаю, свет белее снега, страх напал, говорит, я упал, на коленниках, голову, прикрыл, ну, страх такой, просто трепет, сколько время это продолжалось, я не помню, ничего, не небо, ничего, просто свет, тут мама, говорит, ко мне подходит, там не лад, там, говорит, ее потряг, трепещет, говорит, Ванюша, Ванюша, никому не скажи, к нам Михаил Архамбль приходил, к нам Михаил Архамбль приходил, то, что мы читаем в книжках, о чудесах, то есть, все это было рядом, вот мы любили очевидцев, аскет была необыкновенная, когда вставала, когда ложилась, говорит, мы никто не знал, шестеро детей, говорит, мы все там, она вечером ложится, мы, говорит, не видим, когда ложится, утром мы просыпаемся, она уже все помолилась, уже все приготовила, ладку у нее там была, когда-то бачка говорит, я после армии пришел, говорит, ладку присел, она ладка перекрыта, знаете, покрывала, говорит, на ладку присел, а там дрова поднял, там дрова, березы вырежат, говорит, мама, Ты как ты спишь? Ванюша, это я сушу, сушу, не перерывай, сушу, не обращай внимания, сушу. Вот такие были люди. Это чтобы долго не спать, да? Да, да, самое основное, там тело передохнуло, сколько там положено, чтобы не нежиться, ничего. Вот родители, да. Дедушка очень была, у нее отец Александр, отец Александра всегда, отец Александра. Да, дядьки были, у них в роду был блаженный, у них один дядя тоже, его Божий человек, я уже не могу так звать. Он в Северном Джокеев Большом ходил, в Яков каком-то бегал, а Божий человек, люди говорят, не от мира сего, это нормально будет, но уважаем все, как скажут, так и сбудется все. Один раз мы возделали землю, я, говорит, с отцом, и дядька наш рядом. У дяди, ну, говорит, уже управили все. Он опять говорил про моменты такие, которые человек должен, конечно, постигать, суть вещей. Это он рассказывал одному земледельцу. Он, говорит, у дядьки, говорит, все, мы управили все, взборонили все. Он начал, ну, почти что уже под засеянием, была земля готова. А мы, говорит, ну, опаздывали часа на три на четыре. И вот этот дядя, говорит, наш бежит, в припрыжку, как дитя, скачет там, и говорит, да, и говорит, гречку сеете, быстро гречку сеете. Ну, конечно, посеете гречку, мы планировали, а он быстро сеет, прям, быстро, немедленно. Дядька посеял у себя там все. Мы на три-четыре часа там опоздали все-таки. У нас было гречки, девать некуда было. А у дядьки складывать некуда гречки. Вот мгновение, мгновение жизни, мгновение, вот что-то, понимаете, не о чем я хочу сказать вам. А вот дядя такой у них был, да. Дедушка был очень набожный, у них цесла порода, такая была огромная у него. И вот дядьки, у него два дядьки вступили в колхоз, а двое не пошли в колхоз. Дядь очень долго их убеждал, что не надо вступать в колхоз. Ну, потом, да, да, действительно, было исповедничество. Вот они пошли, значит, вот он вышел на крыльцо, как-то утром, когда весь народ двигается, такая, люди там есть еще в селе. И вот демонстративно взял, значит, ножницы, бороду взял и пол бороды своей, чеклый рот. Конечно, позор. Бабушка там причитала, кричала, ты что ж наделал? Он говорит, нам так мудрый слава, сказал, борода, мол, отрастет. А душу, если потеряешь, он про детей прослеит. Это не такой отрезанный в амониму. Такой вот дедушка у него. Это на чем формировался, скажем, что он видел, потом, что помогало в жизни, может, ему там подражать, какие-то поступки совершать уже в годы. Дедушка его часто встречался, еще там был один дедушка, или я, по-моему, или, да. Он говорит, каждое утро встречается, я смотрю, опять идут друг на друга, и друг дружкой, руки там не протягивают, может, 10-20 остаются, они так руки туда будут тяну, значит, подходят, обнимаются, плачут. Я говорю, потом, дедушка, ну, что плачете? Друж взрослый, подрастешь, сейчас он поймет, что ли? Видите, трудно, живые. Такие были люди. Тут во времена репрессий-то было? Да, это 30-е годы, ну, если 5-6 лет, ну, 36-й, 38-й год, как раз. Самое-самое тяжелое. Только люди попадали, когда по началу возили, если уезли, то уже все. Дядя Ромин, а вот, простите, нет, дядя Ромин. А вот когда с батюшкой кто-то приезжал из паломников, наверное, сначала-то не очень много народу было, да? То есть постепенно вот этот поток нарастал? Да, постепенно. Молва разносилась постепенно. Ну, то есть, кто-то ранее делал, чтобы я не приглянул. Люди до сих пор ездят, люди многие, да, ведь, как говоришь, чтобы святого увидеть, нужно тоже что-то тут иметь. И вот тут, чтобы заметить его. Они же растворены смирением. Мимо такого пройдешь, если на улице, сколько я знаю, и к нам в монастырь приходят святые, и мы на них внимания не обращаем, то уже, если знаешь, что это... И вот такие люди, конечно, они держатся, они до сих пор держатся за наш монастырь, за батюшку держатся, который его первым вот увидели, которым Господь отказал, действительно, что он святой. Я бы скажу, у нас в монастыре до смерти батюшки, это самое. Многие монахи, многие братья, не знали даже, что он разобрел. Он скрывал это все, да? Скрывал, Господь скрывал, да. Понятно, что Господь скрывал. Не знали, что он разобрел, что даже мысли знает, читает. Он до самой смерти батюшки всталет. Потом, как я в этом знамени, он все открывался, но произошло такое существо. Поэтому приезжали. Болва, болва, конечно, болезни, заболевания, проблемы, скорби. Сейчас, ну, как и сейчас, ко мне многие вращаются. Есть труды, как батюшка. А для чего? Ну, проблемы. Проблема. И проблема то, что я не могу с долгом разобраться, что проблемы есть в бытовой, скорби, сын пьет, дочь там, наркоманит. Как? Я по-прочему это все. Да, вот ищу таких людей, что вы как-то выручил, помог, вот, как правило. Ну, конечно, через это, да. Но в основном вот так. А это люди, конечно, кто искал спасения, они его сразу нашли. Нашли страх. Вот у нас Марвай, это у нас, он еще батюшка был в Сиддорово, когда, не в Сиддорово, а в Колопино, он там храм строил. Уже первый храм мы ему доверили, когда настоятельно поставили. Самое первое-то у него было, это в Рузаике, это у нас, у нас же и бабьи была одна, когда, Пензенская. Покровский там, по-моему, был, да? Покровский, да, совершенно первый. Нет. Да, в Спаске Покрово. Покровский, это Покровская церковь, это была в Колопино, в которой он сам, как он говорил, щикотурил, которую он сам восстанавливал, которую он там расписывал, что он сам делал, да. Нет, а первый храм, он туда поставили, это значит, это был в Спаске, это село Спаске, да. Это храм, который не закрывался, там, да, там монахини были, значит, там с монастырей, с разогнанных, значит, находились, певчие, вот туда, там, батюшки были необыкновенные, дьякон-то был известный, и того, для отца Иеронима, конечно, необыкновенный, по святости. Отец Александр, который 54 года, по-моему, за престолом был, служил, который 11 лет отсидел, 11-10 лет отсидел в Старанске, в тюрьме, ну, за веру, как исповедник, отец Александр, которого батюшки для него последний успеет, конечно, но очень часто, после меня, он рассказывал, как это все происходило, и на что он генетировался. Вот. Монашечки там, эти были, необыкновенные старушки, которые там, еще из той эпохи, там, вегинопон, что тот еще и вот из нервозрения, конечно, настоящая, истина православная. И вот он туда попал, чуть, ну, конечно, батюшки и не грамотный был у нас, и костный, ну, как не грамотный, он отскрывал маленько, ну, костный у нас немножко, вот. И, конечно, это все их насторажило, они к архиерею пришли, говорят, Владыка, ты кого нам прислал, ты нас что, не уважаешь совсем? Ну, они могли с тебя, раньше с архиереями, наверное, общались, вот. Ну, как и должно, наверное, быть. Владыка, ты нас совсем не уважаешь, кого ты нам прислал? Мать, ну, потерпите немножко, я вам подберу кого-нибудь. Батюшки пошел, конить первый раз, с конилой, конил, он так, не умел, кто-то подсвечник подцепил, на себя он, бабах, упал, старик, грохот, шут, я еду, одна вышла, это, прям так, лирос выходит, значит, скрылся, и вот так у меня, говорит, словит, это, где нам такую чуду скопали? Мать, который был серьезный, тем не менее, не скопали, говорит, архиерея к меня направил сюда, и фирма украли. Путался, прочее, прочее, мы не помогали, проходит время, говорит, полгода проходит, владыка приезжает на очередное благослужение, и я говорю, я вам подобрал, сестры, я вам подобрал, надеюсь, протерей метрофорного, они говорят, владыка святый, да оставь, что отца Ивана, под хорошей крышей, что плохой дом простоит, они уже все увидели, как что, уже поняли, уже действительно, человек-то не был, не был, а так у него было, да, монахиня одна, кстати, это мать Татьяна, сладкоперучья, как ее звали, она могла и альтом, и там, ну и низко, и высоко, в общем, и вот она, она восхищалась, она чудеса, это со слов, царянина, как все передавалось, какие были люди настоящие, что до коней с Богом жил. Пропала Пасха, значит, пошли крестный вход. Пасха идет, крестный вход, заходит, ее нету, 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 плохо стала, ушла, там же служба еще заканчивается, может, не крестный вход, а пришла, заканчивается, просто отпустит, заканчивается, и откроил, потом крест, ее нету, 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 на следующий день опять, не пришла, утром на службу пошли опять крестным ходом, заходят в храм, сутки отсутствовала и опять насыднилась. Она не разговаривает, батюшка исповедовалась, она уже не разговаривала, месяц два прошло и умерла она. Вот такие были люди. То есть Господь куда-то восхитил? Да, батюшка говорит, восхищал Господь. Восхищал Господь. Велия Пророка совсем. А вот до второго пришествия. По-разному Вы с ним ездили на службу, уже когда из монастыря Вы посылали тоже куда-то? Посылали, да. Люди звонили, мобильных не было, по коммутатору позвонят, Владыка Варнава, вот пришли нам батюшку, мы хотим там пособорваться с ним, пообщаться, вызывая там, бросить собирайтесь и идите. Машин нету, ничего нету. Вот собираемся. Батюшка, это лето. А как же Вы добирались через машинку? А вот расскажем. Собираемся. Куколь одевает. Рясу. Подрясни. Мантию. Это нет. Жанна. Берет чемодан свой. Такой чемодан был. Его хранят до сих пор. Набивает туда всеми нужными и ненужными книгами, требными. 16 или 17 килограммов весит. Чемодан. Все тут было. Конечно, мне его дает. И вот мы идем с ним пешком. Идем с монастыря, с Анаксора. Идем пешком до Алексеевки. Там доходит, примерно, до магазина. Идет какая-то машина там у нас обычно. Там подбирают. Он идет. У меня останавливается. Мы никому не машем. Останавливается машина. Идем дальше. Едем в Саранск. Уезжаем в Саранск. Там едем. Идем на трамвай или на троллейбусе до автобокзала. Покупаем билеты до Симпирска. Садимся в маршрутный автобус. Где играет музыка. Ну, обычно. Не знаю. Рокка. Или ладыни какие-нибудь. В этом автобусе едем. Там три-четыре часа. Едем до Симпирска. Туда приезжаем часов четыре-пять. Садимся в трамвай. Это все. В этом все. Это рабочее время часов пять. Это шесть. Я помню обычно было. А во сколько ж вы выходили, чтобы вот к шести тоже в Симпирске-то выехать? Вечер мы выходим. Нет. Часов восемь-девять. А мы после баллоны ссогрались и ели и шли. Полный трамвай людей. Работяги. Косятся. Кто плюется. Кто подмиркивает. Кто там анекдотики сразу про нас. Вот мы все вдавки в этой мы едем. к бабушке отца этого самого походного иеромонаха нашего Флавиана. Там у нас около подъезда уже встречаемся. Еще машин не было. Никаких не было машин. Потом уже стали машину отправлять за нами. Изначально было вот так. Все было просто очень. И все это было с радостью великой. Как батюшка шел. Он молился. Он все там. Шел на послушание. И мир. Сейчас мы на этом много не знаем. Как это все. Вообще можно без машины бить никого-то в мир. В телевизиции. Вот так вот. Там люди. Там народ. Сутки. Ну не сутки. Вечером приходили. Начиналось соборовать. Соборовал человек по 70-80. Один. Да. Ну сколько квартиру набьется. В трех раз. Потом еще заканчивалось соборование. Он никакой отсадился. Народ начинал к нему с вопросами. Эти же люди все. Ну там их и насталкивали. Конечно. Распитывали. Я там тяпкать начинал. И как-то вот все это. Ну он уже когда падал. Все прекращалось. Это же были средства. Это же давали деньги. Это же давали записки. На этом же поднимание монастырь. Вот что было. Не нужно. Потом в Симбирск попутку искали. Ехали в Тольят. Там было то же самое. Еще послушание попутное. День к воду. Сразу приезжали там. Народ оттуда. Батюшки проезжали. Что характерно. Все водители. Кто возил батюшку. Вот в такие вот мероприятия. И все стали священниками. Все священники. Он туда бы не разговаривал с ними? Или он просто валился на них? Как приятно. Сводите ребенок. Дороги разговаривали? Как-то просвещали? Или просто вот он сел. Повалился. И после этого потом. Да. Все обыкновенно. Он учителем не был у нас. Мы сейчас. Подходим. Он не был учителем. Он был лучший друг. Был миссионером. Не знаю. С высочайшей буквы. Где был учителем? Вот в чем дело. Ну это конечно да. Это просто был друг. Который. Который при этом. Как правильно выразиться? Который предпочитал. Любого самому себе. Он сразу. Человек заходил. Сразу делался не живым. Ну понимаете в чем. Я благослов. Я вам просто говорю. Что он сразу. Адам намок. Ну я не знаю. Это просто игра жизни. Смирение. То самое. Что. О чем. О чем мы хотим все говорить. И о чем мы хотим подойти. Не то. Не раболерство. То есть. Во всей своей планете. Предпочитал каждого человека самому себе. Братья и сестры. Я вот все свои вопросы даю. Может быть у вас вопросы есть. Потому что у меня там по сценарию еще есть о чем спросить. Но у нас клуб. У нас принято как-то что вот идет еще что-то из зала. Или спросить или обсказать. Может быть. А почему отец Ренедикт в общем. Вопросы. Потому что говорит отца Ренедикта. Ребята. Алексей. Ты в прошлый раз же был. Да? Вы в прошлый раз замучили отца Ренедикта. Нет. Мы помучили отца Ренедикта. Нет. У меня есть свои мучители. Есть у меня мучители свои. Я их сюда привез тоже. В прошлый раз я много чего говорила. Здесь они юбки. Меха. Сейчас давай. Вопрос у вас, да? Вопрос у вас есть. Вопрос такой. Отца Ренедикта. Может быть. Нет. Энедикта. Может быть он ведь таки родился таким. В прошлый раз отец Ренедикта именно так и сказал. Как бы. Ну есть такое конечно избранничество. Давид вот избраннич. Ну так живимчик был. может быть и вернуть какой-то, если бы он не стал мальнахом, он с химикой, он все равно был родитель. То есть он родился таким, а не стал. Ну и, конечно, он преподовал усилий. Или это было возрастание все-таки через труп? Вот такой, наверное, вопрос. То есть вопрос об избранном числе. Ну вот, на основании того, что я сам слышал, как говорит отец Амросий, и то, что... Прошу прощения, так слышно сзади или нет? Муховато. Если можно чуть громче, там громче вы шли. Нет, могу, мы погромче будем говорить. Дружка, надо мешать. Это, с одной стороны, избранничество, а с другой стороны, большой, очень большой труд над собой. Относительно избранничества. Помните, когда-то еще, ну каждый из нас слышал о так называемых, в кавычках, голубой крови, да? То есть благородстве какого-то, может быть, или воспитании, или совокупности каких-то добродетелей, которые передаются от отца к сыну или к дочке, да? Вот это все благочестивый плод духовных, благочестивых родителей. Это, с одной стороны, мы слышали, какой роль у отца Иеронима. Ну и, кроме всего, это очень большая работа над собой. Видение и понимание, кто ты есть и какой ты пред Богом. А что вокруг тебя находятся люди еще более ценные. Ну, как оно зачитается с учением святых отцов, что ближний есть Христос. Как относишься к ближнему, так относишься к Христу. И вот батюшка был образец в этом. Он всегда радовался, всех любил. Если мы когда-то, быть может, отца Кирилла Павлова называли современным Сергеем Радонежским, то батюшку отца Иеронима, между собой, называли современным Серафимом Саровским, который имеет такую любовь, которая поглощает все, все неустройства. А вот то, что был честивый и святой жизни родитель, это однозначно. И то, что как он трудился и над собой, и над нами, сколько долго терпения он проявлял к нам. Как сам молился. Ну, по внутренней, личной такой жизни мы слышали только от отца Амроси, или еще, знаете, когда Бога доводилось приезжать, а я еще не был в монастыре, и от отца Амроси, раньше приехал, я время от времени приезжал. И иногда вечером, поздно, иногда ночью, и окошечко у батюшки горело. Когда молился, часто молился ночью. Немножко устанет, отдохнет чуть-чуть, а потом опять читает. А отец Амроси узнавал о том, что батюшка читает вместе, попугайчик вместе с ним читает. Можно еще на вопрос? Я сейчас хотел значить. Я просто понимаю, если ты не избран, то ты будь лоб расшиви, а никогда даже не прибыль. Я понял, что ты хочешь сказать. Мы все избраны, мир Польщик. Мы все, мы все здесь избраны. Мы все призваны, но мало избраны. Мы все избраны. И все, и ты, и я, я понимаю, что ты говоришь. И ты, и я, мы хотели, по крайней мере, в свое время, достичь от того, принести те плоды, которые принес, приносил и настика этих срочек. И в тот раз я немножко неправильно не концитировал. Я сказал, что он такой от рождения, нет. Я сказал, что все, что было у него, да, почему он был сеть, а это не его, я сказал, это не его. Это Бог ему даст. Я спросил, за что дал? За позвольники? Не знаю. Мне казалось, кажется, и до сих пор считаю, что это смирение. Вот все мы тут избраны, а дает Господь только смирение. А вот как смиренным стать, вот это вот так большое. Мы все очень гордые. И вы, и мы, и я. И ты, и ты, и ты. Вот сейчас, ну, давай, 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 давай. Другого, давай. А тем не менее гордые, да. Тем не менее. Я гордуюсь, я просто надежью своей, да. Ты гордишься, да. А мы все, да. Да, ты гордишь. А вот как смирение достигнет. Смирение – это плохо, смирение – это плохо. Смирение – это плохо, смирение – это состояние. Состояние, отчего сходу. Конечное состояние. Вот вопрос, рассказы какие-то фрагменты, еще расскажете. Он уже в детстве смирение в нем проявлялся. И в родителях его проявлялся, в мате, в частности. Он уже нес вот это вот такое, как бы сказать, через что благодать способна была действовать и действовать. Атин-соцентр, вы не хотите, на суши, слушай. Я думаю, что если бы он не... Ну, так нельзя говорить, если бы он стал, тем тем стал. Но был бы он в меру, я думаю, и в меру он был бы замечательным человеком. Ну, в случае, который о войне рассказывал, с его слух, в книжке это есть, как он хотел уходить, уходить от семьи, от двух деточек, от любимой жены, уходить из любви к Богу, идти в монастырь. Он уже собрался, все, а он пришел, я как сам не имею, вроде, да, отцы святые, действительно святые, но они имеют. Поэтому у них меньше трагизма, а уделения, и я понимаю, сцену, вы не знаете, вот, судороги, собрался уже, я берем, просим, потому что он со слов бачки говорит, это просто, собрался, пришел, ну, жена-то жена-то жена, оденочек, в наше предложение, я убираю, остался, пришел на них спят рядышком, посмотрел на них, заплакал, не могу выйти, какая дилемма. Поразительной силой убора. И не ушел, стал сранить детей. Но в конце концов, любовь к Богу был привыкся. Если бы не ушел в монастырь, а сквозь умеру, мы бы были. А вот, как его достичь? А монашество помогло просто. Монашество – это особая, особо жесткая такая, ну, да. Ну, я в последний раз. Но вот Алексей Божий, человек Божий, он то же самое, как бы у меня была такая проблема, и он взял, выбрал наоборот, как одесский, иронию. И тоже достиг всего и вся. Не любитель я сравнивать детейные тексты, потому что у меня федератора мнения по другое включил. Детейные тексты святых. И вот живого человека, который, по-моему, как клошник, не хмитий, не сразу. Вот еще тогда вопрос, пожалуйста. У меня вот какое-то, почитав вот эту книгу, она меня как-то несколько трудила, но старожила, возник вот некий вопрос. Название этой книги – «Как сладко жить с Богом». Я испугался этого определения, потому что… Ну, это его фраза, он идет в повторении. Сейчас я скажу, почему. Потому что часто, когда читаешь на учительной, ты так же перекладываешь на себя, спрашиваешь себя, как ты себя ведешь. Все перекладываешь, что ты спрашиваешь в группе, отвечать по дубле я. Поэтому я пытаюсь судить, иногда даже осуждать именно самого себя. И когда отец Иероним говорил это на самом деле, его была любимая фраза, «Как сладко жить с Богом», я просто этого испугался. Так, потому что понимаю, чтобы жить с Богом – это вообще какое-то совершенно особое состояние, особый статус и совершенно особое себе требование. Хочется жить, но я не понимаю, могу ли я сказать, что я живу с Богом. Скорее всего, нет. Скорее всего, там, вязан, грешен, брошен и так далее. И поэтому сладко жить с Богом – для меня это некий скук. То есть человек, ну обычный, живет с Богом только мы с вами. А вот отец Иероним, вот этой, ну не только книга, неправильно сказал название, он показал с собой, что в отличие от меня, от другого, простого человека, может человек жить с Богом. – Сладко. – Сладко. – То есть вот вся его здесь демонстрирует мне, что я живу неправильно, что все не так. Ну с Богом жить сладко. Смотри на меня. Так вот вопрос как раз. Как вы считаете, в миру возможно ли достичь состояния сладко жить с Богом? И достиг ли этого состояния отец Иероним? И разное ли это состояние? Вот как вы, как бы… – Я думаю, что… – Я думаю, что… – Не важно, я не беру, не беру. – Я думаю, что эта проблема, о которой ты говоришь, она в детскости. В детскости. Мне кажется, на вопросе, ну больше знает. У меня вот ощущение, и всегда было оно. – То есть я не беру, но причем? – Нет. Ты как раз на ребенок. Иероним, иероним, иероним. – Но когда мы маленькие, когда мы маленькие, если у кого было хорошее детство, хорошее, счастливое детство, у кого-то было, у меня вот не было, поэтому я опять острый пост, я все чувствую. Сказать фразу, «Как сладко мне с Богом жить, это он спорный, кто по-дески дай». У ребенка это естественно. А взрослого – это и страшно, это и литература, это и фальшь, это что угодно. Вот когда мы это будем все говорить, ты, я, не знаю, кто еще, звучит вот, ну что-то здесь вот, я бы не поверил. – А в этом мире? – Да, я понимаю тебя. А в нем, говорим, невзрослый, я не могу просто поправить, невзрослый человек, он в нем вот эта детскость. И, кстати говоря, для меня, батюшки, я помню, что разговаривал, что выставили там на YouTube, это все уже мне звонят, угрозы начались и так далее. Я туда, запись идет, я уже угрожаю. я там сказал, что вот то, что батюшка говорил, с Божьей Азином, как-то не удовлетворяло меня, потому что я сейчас такое, к сожалению, книжный такой начитался, там всего-всего, там, Великогяева, там, еще и так далее, так далее. Но детскость, которая в нем присутствовала, проявлялась в поступках, словах, в этих фразах, которые с его голосом звучали, именно так как они должны звучать. Узбедай, это детскость была одним из основных, может быть, его даже качество. Но, но, сама по себе, это детскость, детскость, она же была результатом и того, о чем мы говорили, не нарастает, результат смирения, смирения. А само смирение было результатом глубокой веры, которая опять не как мы здесь с тобой, и с книжек. Действующие, и с книжек, в основном, испытывали, читали много, все как, толстый, пересет, читали, читали, я читал, 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 монастырел, а вера-то живой нет. Живой. Вера-то живой нет. А у этого человека была живая. Хотя, может быть, там поменьше, читали, читали. А там и было. Да, да, потому что, ну, нет, не раз, но и поиграли. Правильно, я ощущаю, что он с собой против ванской природы. В этом смысле, в этом смысле, он, конечно, избраннее Божьей. Конечно, избраннее Божьей, но, не так вот, как Иван, целевому, как избирает. Все, все на самом деле, ну, все. Я бы хотела еще спросить, отца Фруси, вот батюшка ведь был и в Арсалиме, и на Афоне, да? Он что-то вам рассказывал, об этом, у нас фотографии стоит, батюшки, вот, на Афоне. Это Афоне. Вы с ним вместе не ездили в эти поездки? Не ездили. Были, да? Ну, пожалуйста, если можно, об Афоне. Об Афоне и, ну, что у вас осталось? Воспоминания. Я вам скажу, что в 68 лет, будущего раковым больным, тоже нам известно, в 68 лет, мы были, крайний раз, в последний раз были на Афоне, в 68 лет он поднялся на Бору, куда я, например, вот последние 5 лет подняться не могу. В силу того, что я уже устал, не такой крепкий. Ну, там очень высоко и круто, я знаю, вот это... Круто, это высота, это, во-первых, высота, нагрузка физическая, во-вторых, это полторы тысячи, там, две тысячи на уровне моря, это другой кислород, другие уже включаются, там, функции в деятельности организма. Он преодолел, будучи раковым больным, замените, уже у него выгранность. Сколько он? В 99-е, в 99-е, в 2000-е мы не поднимались, в 99-е мы поднялись. И когда мы вышли, от Ацелориона, там, сейчас мы в Старис, там, известно, на Афоне, приезжали от Русской, очень много, но вышли, встали, подоснули 4 утра, послужили литургию, в полшестого мы вышли из Келли, туда идти, здоровому человеку 7 часов подниматься нужно, и 7 часов обратно идти, то есть 14 часов. Когда отцы увидели Афониты, ну, там, после служения, там, утром они выходят все, разговаривают, там, о чем-то, какие-то почту ждали, увидели батюшку, и спрашивали, Герон, куда вы? На гору. Завтра вернетесь? Батюшки говорят, нет, сегодня будем. Они улыбнулись, Мулара, берете с собой, ослика? Нет, не берем. Улыбнулись, между собой, как дедушка. Вечером, в 9 вечера, мы уже были внизу, за 7 часов поднялись, 7 часов спустились, это невозможно. Это для такого человека, это невозможно. А вы, 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 Господь на руках хранился? Его назвал, ну, не на руках, он на своих ногах шел, конечно, это было настолько тяжело, настолько оно было самоотверженное, настолько это было, с таким подъемом, с таким воодушевлением, он всегда говорил, что здесь ходит Богородица со своими ножками, и надо ходить обязательно своими тоже ножками, и она ему каждую поездку дарила Богородицу, как он говорил, стопочку. Он всегда смотрел под ноги, искал камень, похожий на стопочки, действительно, такие находили. Даже один был, вы знаете, у нас уже в Келе, мы его измеряли, сколько-то был сантиметров, переводит 36, 36 размер. Это не прицеледик, конечно, я хотел сказать. Вот такие вещи были, очень похожие. Его там назвали Человеком Любви, Аппоним. Человеком Любви. Это Метеоры, Метеоры, это знаменитые монастырии, это откуда ушли монахи, потом на Афон, это, по-моему, это монастырь Святой Троицы, где мощи с пигном Три Мефонского находится большая частица, да, который восхищался непохновенно. Есть фотография, он после как раз, после утренней молитвы, мы жили в гостинице, напротив как раз таких вот, это Коломбака город, и я утром сфотографировал, он весь светился. Вот, аппарат не смог взять. Ну, он сейчас тоже видно какой-то очень светлый, прям... Он всегда был светлый, всегда был светлый. Батюшка, а вот обострение, обострение каких дугов, Константин, следующая вторая, скажите нам, пожалуйста, обострение каких дугов. Это что-то вот перед Вашими глазами, вот несколько случаев расскажите нам, говорят, что и раки очень тяжелые исцелялись, или... Ну, это потом, ну, не потом об этом доводили. Что-то произошло один раз при дне, я знаю, что человек приемл с туберкулеза, ему уехал, без туберкулеза это было. Это было то, что... И, знаете, эта тема тоже такая сокровенная, мистическая, и нам притянет почему-то больше всего людей. По нашей слабости, батюшка, всем здоровья хочется. И вот даже Сережа Ломкин в своем кинофильме «Канон заболячего», он все время вот его терзал, батюшка, вот расскажи, «Как этот механизм? Как этот батюшка? Вы это видите? Что это происходит? Где они, эти чудища, неведомые нам? Вот откройте их нам». А батюшка аккуратно ушел от этой темы, и понятно, что мы не могли этого постичь, не могли этого, так сказать, вместить в себя. Он сказал очень просто, говорит, «Мы молимся о прощении грехов. Мы молимся. А Богу, если возможно, если угодно, Господь прощает грехи, если угодно, оставляется и заболевание, оставляется и болезнь, если Богу угодно». А беснование об этих формах он тоже просто очень сказал. Он сказал, «Как вот человек пасет, пастук пасет стадо, овечка одна убегает, пастук раз позовет, другой раз позовет, овечка не переходит, он пускает на ней собачку». Собачка ее обратно выгоняет поэтому своё мировоззрение правильное высказало нам и моё. Очень понятно. Доступными словами все. Доступными словами, что да, именно вот еще очень маловажная вещь, трудно в это понять, но мы к этому стремимся, вот они, эти люди, могли четко разграничивать и разделять человек и грех. Это абсолютно разные вещи. и они это видят. Это правильное видение, правильное мировоззрение, правильное видение зла и добра. Человек к человеку он остаётся всегда образом подобным Божьим. А грех, как Василий, входит человек и выходит, входит и выходит. И мы его по своей немощи, конечно, человека замечаем с этим пороком, с грехом вернее, просто с грехом, его клеймим, он для нас уже как бы ассоциируется таким, а на самом деле в нем уже давным-давно этого нет. Человек через покаяние избавляется, Господь ему освобождается, мгновенно, опять, оба подогрева Божия для нас, для нашего несчастья. Остаётся тем, кем его заберем. Вот простой дедушка Мордвин, который, может быть, совсем грамотный, будет на резиновой фабрике работал, да? На резиновой технических изделий, да, приехал туда. Потом, женский мужской род часто путал. Меня называла она, или кого-то он. И вот переношёл всех вот нас тут, уже учёных, ребят, многослов, и прочих. Это даже поражается. Человек простой, это как, для меня, такой-то наш, и он христиан, не знаю кого, у меня все люди, кого я не знаю, кого еще он знает. Потому что таких людей мало, в нашей имени, в принципе. мы его открыли еще в 91-90-м году, когда он правильно сказал, вы сказали, что машин не было, что-то автобус регулярно отправлялся в Санатсанский монастырь, в монастырь, сельник, в Удивичали. И да, радость была, была, где с расходящим часом. Я не знаю, почему, в те годы, съездить в Санатсар, в Диреево, вот такие еще, обестреяны, понимаете, возьмешь там, потом, 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 не только поехали, только то, что-то еще не было. Наелись мы. Сейчас вы довольно и будни начали сюда, все это. Я бы сейчас хотела еще кусочек фильма показать, еще свидетельство в Диреево Чья. Да, посмотрите, братья и сестры. И потом еще немножко, вы можете потихоньку завершать наш разговор, если у кого-то еще какие-то есть вопросы, потому что здесь, я понимаю, уже есть между собой, о чем поговорить, все знакомые, давайте еще поговорим. Особенно в первые годы это было очень удивительно, то, что батюшка всегда была, у него всегда какая-то была такая вот особенная какая-то пасхальная радость. И было удивительно, что человек уже в возрасте, то есть все-таки монашество, и потом, когда человек приходит, ну, в молодые годы, он потихоньку все равно привлекает. Я так думаю, я так думаю, а батюшка же пришел в 52 года, это же сразу резкая смена и жизнеобстоятельств, и потом, и образа жизни. А батюшка всегда был сегодня полным энергиям. понимаете, вот он всегда, он, мы на первую, первую пасху, которую вот мы уже в Снаксаре, то есть вообще первая моя пасха, которую я встречала за свою жизнь, это вот была тогда в Снаксаре, и служил отец Ираним. И когда батюшка обходил храм с возрастом, Христос воскресе, для меня это было новое, для меня это было первый раз, у меня от радости, я смотрела, у меня текли слезы, но я думаю, может быть, это что, я больная, что это такое, что-то. Я поворачиваюсь, а сзади меня стоит мужчина, двухметровый рост, такой-то огромный, и он тоже на него смотрит, на Церонима, и тоже плачет. Вы понимаете, он вот не шел, а вот потом вспоминается и давит с какаши, вот он так вот, понимаете, вот как по воздуху, и с такой радостью он воскресал, Христос воскресе, что просто эти вот волосы, от радости слезы. Христос воскресе измертный, смертью смерть под храм, и сольщего любежьего дарва, Христос воскресе, измертный, смертью смерть под храм, и сольщего любежьего дарва, Христос воскресе измертный, смертью смерть под храм, и сольщего любежьего дарва, Христос воскресе измертный, смертью смерть под храм, Еще на втором этаже, когда он жил, принимал людей, полная келья сбивалась. Некоторые даже засыпали при его общении. И меня поставили на короткое время ночным сторожем. Вот значит я хожу, везде в кельях свет погашен, а царо него горит и горит. Ну уж час горит свет, два часа горит свет, три часа горит, четыре. Я думаю, слава Богу, батюшка хоть отдохнет маленечко, пять часов подъем на полумножницу. Люди выходят, смотрю, разошлись. Батюшка выходит, отца Федора взял, съел луна, в две косы пошли гречи покосить. Это меня так поразило. И он как бы целыми ночами не спал. Он в келье мог прийти, глаза закрыть, минут десять может посидеть на кровати. Еще батюшка, очень интересно, когда батюшкин черед приходил служить, его часто братья ругали, как говорится, это сам. Особенно Роман Ахвасий был такой. Батюшка начинал служить, и если, допустим, за престолом, мы же Херувим по десять, по двенадцать раз могли петь. Он за престолом, там у него карманы очень огромные, полные карманы записал, вытянет. И вот пока он не перечитает, он не может, он говорит, я же должен за всех них молиться. И вот пока не перечитает, власть забегает и... Батюшка, ну там же люди, у старушки уже с ног падают, что-то, он говорит, ну у старушки, я же за них, я же... Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Тебе. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Тебе, Господи, Слава Тебе. Благоговение. Вот видно, что он предстоит Богу. Вот Боженьку, как он любил, если вы знали. Он его назвал Боженька, он не назвал его Бог, он назвал Боженька. По нему было видно, что этот человек, он постоянно в присутствии Божьим, и у него была настолько крепкая вера, и вот на него смотришь и видишь, Бог с ним. Вот только его посмотришь, потому что вот всем своим видом это не передать, но то, что человек находится постоянно в присутствии Божьим, и он всем это и передавал, это вот такую атмосферу. То есть ты сам, наверное, начинал невольно задумываться, что действительно Бог это не где-то далеко на небе, а Он вот рядом, Он на тебя смотрит. Ну вот еще такой случай. И сейчас уже я хочу показать. Следующий, пожалуйста, подскажите, пожалуйста. Вот это Батюшкиное лицо, да, и если можно еще одно. Вот это уже Могилка Батюшки и часовинка, которая над Могилкой. И вот после первого вечера мы поехали на Могилку. Вечер у нас был в среду, в субботу мы поехали под впечатлением, я сама была под впечатлением, под новым опять. Поехали на Могилку Батюшки. И Господь тут же посылает такие вот рассказы, не успею ли мы туда приехать. Я поделилась, там женщина стоит в полной ладке, говорит, вот у нас такая вещь хорошая была, Батюшки. Она говорит, да, да. Вот недавно приезжала группа Батюшкина Могилку, подросток с ними был. Вот из Саратова, говорит, или из, как-то она еще назвала, она из там какой-то города, вот приехала группа, и все стали брать песочек с Могилки. И подростков говорят, ну ты возьми песочек-то. Он говорит, да зачем мне песочек? Ну батюшка же святой. Ну вот если я пойму, что он святой, тогда может и возьму. Ну, женщины промолчали, убирают песочек, потом говорят, ну ты нас сфотографируй на память. Около крестика он сфотографировал, посмотрел на изображение, рядом у женщины стоит Батюшка Ирана. И все эти женщины сбежали, стали смотреть, смотрели, смотрели, и мне вот эта женщина говорит, и потом потихоньку это изображение стало уходить. Чтобы никого не смущать, оно пропало. Ну видели все, где какое-то время это изображение было. Вот, может быть, еще какие-то случаи Могилки расскажете о метаболизе, из того, что вы знаете. Батюшка, это не притча, слабый какой-то, лесник. Ну и смотрит, все подходят и к кресту, крест целуют, и волну обязательно там касаются, прижимаются. Это крест на Могилке, да? Крест на Могилке, которая, да. Хотя, что характерно, батюшка Зналов, у него будет именно крест Кипарисов. Он еще, наверное, за год, за два, всегда говорил, не Кипарис, не Кипарис, ну, это там наша личность. Это Мардвей, значит, тоже смотрит, смотрит, стоит, значит, все подходят к кресту, к этому, что они... А зачем, говорит, ну, вот, прикладываемся, ну, голова болит у меня, вот, приложилась, вот, мне полегче там она будет. Да? Говорит, да у меня спина болит. А ну-ка, я прислал, а ну-ка, а пришел вот так вот, буквой Зел. И развернулся вот так вот, к кресту тоже, говорит, приложился. Выхожу, говорит, с часом ни спина не болит. Поклон делаю, не болит, ниже, ниже, не болит. В другую сторону, не болит, да не может быть. Вот, нет, звонит, говорит, слушай, так и так, крест чудотворный, говорит. Это человек, кстати, человек, жену которого последнюю батюшку исцелил. Батюшка уже за пять дней до смерти, это была пятница перед Троицей, Троицей было воскресенье, 2001 год. И вот это слава привез к нему, ну, знали, что батюшка, к нему и татары возили, больных своих. Он знал, что батюшка уже больной, что вот, только он мог помочь. Она не спала, наверное, уже около недели, у нее флюс был, пошел, думаю, пошел в сторону головного мозга уже, там никто за нее не брался. И стоматологи отказывались, хирурги отказывались. Она просто дико рыдала всегда, и уже не спала, около недели. И вот привез ее к батюшке, завел в дом, она как раз была у мальчика, у мальчика была у мальчика, отдыхал, он ее так вот похлопал. Ну, вези домой ее, сегодня муж поспит, а поддельник врача обезжает. И вот он привез ее домой, вот козловка, она уснула, поддельник прошел в врача, мы там и операцию сделали. И вот этот же Маргарет Господь не рассказал, что он такой, ну, скептический человек, тоже положил прикоснуться, спина болит, тоже прикоснулся, и пошел в здравом. Так что все, по-другому. Когда ее клононизировать будут? Как? Когда ее клононизировать будут? Да, потому что все готово, да, уже. Как там, благостоят, не в весах. Ну, надо. А вы сейчас посылаете документы, да, какие-то? Да, время положено, ведь там какое-то крыльничное время существует, там 30 лет, по-моему. Вопросов, думаю, к отцу Ироню, вопросов не у кого нет. У него патриарх, как это, нынешнего, потому что первое время, естественно, все-таки, полезно ли это нам. Отца Федора ведь тоже, да, мы кромендировали сразу, когда его в 1934 году переоблачили, он лежал в Купе Нетленд у нас абсолютно, там, в Маселении на это все есть, да, абсолютно Нетленд он лежал, и вот просто братья в новое облачение переоблачили, опять с хлебом закрыли все время. Вот, был, мы еще не умерли. Мы прекрасно знаем, вот этот талон, который с какой-то другой эпохи, с другой планеты, по-моему, появился у нас, мы все сейчас размышляем, братья, ну, раз, соберемся, даже за столом, говорю, откуда, вот откуда такой человек взялся? Эти же книжки читал, с этой, даже посудочи сохранил Стас, которого он кушал, ложки, божеслужебные книги. В общем, разорвут тарелки, елки. С этой банки, оказалось, да, все эти тарелки сохранились, ну, как вот, почему, вот как вот, вот, опять же спрашиваем, вот как? Чистота, вот такая чистота. Это вот то самое трезвное в день, наверное, это те самые книги, те самые вот аскетические труды, о которых мы сегодня пишем, размышляем, может быть, не с той стороны, может быть, там, высоких, там, в питаемом облаках, там, в силогизмах мышления, там, как Василий говорил, слишком далеко Бога ищем, слишком далеко, он очень рядом. Я бы еще хотела добавить, после предыдущей встречи, после первой нашей встречи стали подходить люди и рассказывать про Батюшку. Мы не успели здесь рассказать, и мне рассказали случай, мне очень хочется его описать. Женщина первый раз приехала с трехлетней девочкой, стояла, ждала у Кири, Батюшку Иронима. Толпа народа, девочка крутится, и вдруг ребенок вырывается и бежит куда-то в сторону, вот так вот раскинув руки трехлетний ребенок. И на встречу идет монах, она подбегает к этому монаху, обнимает его, он ее обнимает, они о чем-то разговаривают. Вот как к родному. Дальше она бегом возвращается, мама, 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 посмотри там, какой дедушка, он весь светится. Вот это сияние святости, вот чистый взор она увидела. Трехлетний ребенок. И она просто бросилась к нему, к этой любви, не раздумывая, в чужом месте. Первый раз его видя, и издали, она вот эту любовь заметила и туда побежала. Вот это, конечно, удивительно. Ну, наш вечер подошел к концу, но прощание я хочу крошечник поставить ролик. Слова Батюшки Иронима, которые будут для нас там поклонным от него и прощанием. Ну, вот, мои хорошие, в жизни, конечно, интересно все. Но если бы знал сам человек, какую бы то человеку награду Господь, то он был бы никогда упреки против Бога никогда не делал. Все, я говорю, как сладко с Богом жить. Вся полнота его, вся полнота и любовь человеком творит тишину, радость моя. Как поэтому и преподобный Серафим всегда говорил, радость моя. Радость моя в нем, благодать Святого Духа, который всегда пребывает в нем. Поэтому он всегда считал радость моя. И сам Спаситель, когда проходил, он всегда, и человека всегда ценил, видел, какое просто состояние. Не смотря, были разбойники, которые спинали. А он никогда никого не осуждал и говорил, Господи, очень неменимый и великый. Ибо не знай, что над мной творят. Так и мы должны с вами всегда поступать так, по слову Божию, когда он страдал на кресте. Мы тоже несем с вами крест. Некоторые большие, некоторые меньше. И все имеют крест, который Господь дарует нам. Мне крест такой дано, вам больше, может, дана любую меньше. Да. Ну и вот этот крест мы должны нести его здесь с любовью. Потому что, как от рук Божьих, мы всегда благодарность нести. И благодарить всегда утром и вечером. И говорить, благодарю Тебя, Господи. Творец небо и землю. Ты как мудро управляешься в миру. И даешь нам благоволение пищи свои. Отвержай ум своих. И даешься благоволение. И исполнив наши жизни. Благодарю. Я хочу от всего сердца поблагодарить наших гостей за то, что такой труд совершили. Даня, нам приехали. Спасибо, Господи. Сейчас мы поволимся. После этого можно будет купить книги. Я всем благодарю, что пришли. Есть обыватели, а есть харизматики. Мы обыватели. Хорошие. Вы знаете, недавно у нас те, кто касались издания книги, сказали, что интерес к этой книге очень большой. И в общей пустыне возможно еще больше запросов. Поэтому мы хотим, чтобы собирать, чтобы не отдать, чтобы развалять их. Потому что для будущих изданий, для того, чтобы мы пришли, сколько времени собрать, на очередную партию книг, как это было. Встреча с шикарными книгами, и для того, чтобы принять сведения о платежке. Поехали. Достойно есть, я говорю, истину. Ложите, я, Богу, Родицу. Крисно, блаженную и пренепорочную. И Матерь Бога, наша Бог, чистейшую Терруин, и славнейшую Бессонния Серафин, без искрения Бога Слово Робшую, сущую Богородицу Террича. Аминь. 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 Продолжение следует...